В эфире ДИДЖКХ, с вами Александр Сульдин. Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о многолетней проблеме. Как только в Новосибирскую область приходит жара, в некоторых селах и поселках исчезает вода. Почему складывается такая ситуация? Почему она повторяется каждое лето? Есть ли рецепт решения проблемы и что делают власти? Сегодня мы побываем там, где система водоснабжения уже налажена и где вопрос по-прежнему стоит остро. Итак, 30 километров от Новосибирска, село Барлак. Поехали! Село Барлак. Вечерняя прохлада, цветами пахнет. Здесь так приятно отдыхать от суеты каменных джунглей мегаполиса. Сюда детей на каникулы привозят, чтобы отдыхали и сил набирались. Сегодня эта зона настоящей чрезвычайной ситуации. Почти месяц нет воды. Недавно появились вот такие еврокубы. Фания Патрушева узнала об этом баке случайно. Сюда за час сделала несколько рейсов. Говорит, вода дома сейчас. Настоящее богатство. Раньше нальешь, стаканчик не допил, выливал, ну как привыкли. А тут цветочек льешь или еще куда-то лишь бы, или на руки, чтобы помыть руки хотя бы. Склад бутылок. Попить, обед приготовить. Безжизненная стиральная машина-автомат. Давно не включали. Сухой кран. Илейки по скрупулезному расчету для чеснока и моркови. В системе водоснабжения Барлака три скважины. Работают за пределами возможностей. Их не хватает. Казалось бы, нужно бурить еще, хоть возле каждого дома. Однако, все не так просто. Минимум нужно делать 110 метров. Это очень затратно. 20-25 метров. Это еще более-менее терпимо. Но 110 метров – это очень большая глубина. И не каждая осилит в каждом доме, если делать скважину. Но это поскольку нужно каждому выложить денег. А в неглубоких скважинах вода плохая. К тому же она быстро уходит. И такая ситуация здесь складывается практически каждый год уже в течение 30 лет. Село Барлак – не единственная точка на карте Новосибирской области, где в зной пересыхают краны. Только за первые недели лета в региональном министерстве ЖКХ и энергетики получили десятки жалоб. В жару местные жители начинают активнее поливать огороды. Расход воды вырастает в 2-3 раза. С такой возросшей нагрузкой местные сети, зачастую старые и ветхие, не справляются. Ситуацию пытаются исправить. Для этого действует программа «Чистая вода». Что делать, если долго нет воды? В первую очередь нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу обслуживающей организации или организации, поставляющей ресурс. Сообщение может быть письменным или устным по телефону. Его обязательно должны зарегистрировать. Необходимо сообщить свою фамилию, имя и отчество, адрес и причину обращения. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить номер, за которым зарегистрировано сообщение и время его регистрации. Если сотруднику диспетчерской службы известны причины отсутствия воды, он обязан немедленно сообщить об этом обратившемуся и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации сообщений. Если сотруднику диспетчерской службы неизвестны причины отсутствия воды, он обязан согласовать с обратившимся дату и время проверки факта нарушения качества услуги. По окончанию проверки обязательно составляется акт проверки. Пишем заявление на перерасчет. Заявление на перерасчет пишется в свободной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчество, потребителя, адреса квартиры и времени отсутствия коммунальной услуги. Если исполнитель коммунальных услуг не сделает перерасчет, потребитель вправе обратиться в суд, и тогда исполнитель выплатит потребителю штраф. В случае прекращения или ограничения водоснабжения из-за аварии, орган местного самоуправления обязан в течение суток обеспечить подвоз питьевой воды. Сделай сам в этой части нашей программы о том, как отремонтировать свой дом. Сегодня настоящий мастер расскажет и покажет, как правильно, ровно и качественно уложить плитку. Посмотрим. Самое главное у плиточника это идет проверка плоскости, чтобы задать толщину слоя плитки. Потому что стена может быть вот такая вся, а вы пойдете сейчас под гребенку 6 мм, которой я сейчас буду работать. Гребенка это вот такой вот шпатель. Когда мы наносим клей на плитку, на основание, мы протягиваем, остаются зубчики. А когда мы придавливаем ее к стене, мы делаем, вот если у нас идет вот так по плитке, зубья такие остаются вертикальные, мы кладем плитку и придавливаем ее вот так. Идет полное заполнение шва. Еще у нас идет пропитка глубокого проникновения. Она тем самым дает хорошее схватывание между стеной и плиткой и обеспыливает поверхность. Беру пропитку. Кисточки есть абсолютно разные. Сейчас у меня вот такая кисточка. Пропитываем. Если можно присмотреться на этот клей, у него видно зерна такие, как будто песчаная основа. Вообще у плиточника, как первый ряд вы положите, так у вас пойдет и вся стена. Это самое сложное для плиточника, выставить маячный ряд. Он должен быть идеально ровный. Потому что если вы выложите его как-то криво, так с лесенкой, у вас вверху пойдет совсем несостыковка. Смотрим зазор от стены и до уровня. Щелей никаких нет у нас там широких. Также смотрим эту диагональ. Смотрим вниз уровня. Также уровень должен обязательно прилегать к стене. Плитку берем всегда лицевой стороной на ладонь. Как я наношу клей. Я делаю сначала такие движения. Стягиваем. Если у нас остаются какие-то незаполненные места, это можно сделать повторно. Прикладываем на тоненький слой. Просто ее не сильно придавили. Она вот у вас схватилась. Сделали такие движения. Придавили. Потому что у нас гребни идут вертикальные. Мы делаем в сторону движения скользящие. Сейчас мы ее поставим и посмотрим уровень. Все, мы ее приклеили. Проверяем толщину слоя. Правильно ли мы положили. Уровень также должен прилегать на все основание плитки. Смотрим на зазор. Здесь у нас полностью прилегает. Смотрим вниз теперь. Внизу у нас тоже все отлично. Полностью прилегает. Никаких щелей нет. Ни миллиметра, ни два. Все под ноль. Это значит, что хостяна хорошая. Я сейчас уже вижу, что у нас образовывается щель под плиткой. Это значит, что у нас основание пола неровное. Нам либо нужно наклонить. Вот я сейчас наклонил чуть-чуть плитку. Либо у нас для этого специально есть клинья. Новости жилищно-коммунального комплекса одной строкой. Дополнительное федеральное финансирование на комплексное развитие сельских территорий получит Новосибирская область. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В населенных пунктах появятся новые дома для нуждающихся в улучшении условий, больше 11 километров газовых сетей, почти 15 километров водопроводов и больше 26 километров дорог. Новую водозаборную скважину пробурят в селе Карасево Болотнинского района. Здесь долгое время были проблемы с водой. После вмешательства прокуратуры на проектирование из местного бюджета выделили полтора миллиона рублей. Кроме того, на строительство село получат еще 22 миллиона рублей от Министерства ЖКХ региона. Ввести скважину в эксплуатацию планируют в октябре этого года. 412 дворов и общественных пространств реконструируют в этом сезоне в Новосибирской области. Общий объем финансирования 2 миллиарда 200 миллионов рублей, в том числе больше миллиарда из областного бюджета. На 12 общественных пространствах и 9 придомовых территориях в Довольном Каштовке, Колыване, Обе и Новосибирске работы уже завершены. И возвращаемся к ситуации с нехваткой воды в селах. Системы водоснабжения там зачастую устарели и морально, технически не соответствуют современным требованиям, и физически сильно изношены. Централизованные системы водоснабжения в сельских населенных пунктах, они, конечно же, несовершенны. Это не крупные города, где у нас есть резервирование по мощностям, по резервуарам, запасы по оборудованию. В сельской местности такого, конечно же, нет. Изначально многие системы строились даже и без проектов о способах. Такая проблема в том же Барлаке. Она, похоже, близка к решению. Коммунальщики Машковского района подали документы на участие в программе «Чистая вода». Благодаря ей привлекается федеральное и региональное финансирование, в том числе и на создание скважин, монтаж станций водоподготовки, замену водопроводов. И чтобы эти деньги пошли на помощь конкретному району области, местные власти должны серьезно поработать. Конечно же, от муниципалитетов многое зависит. Зависит, в первую очередь, в приоритетности того или иного объекта. Муниципалитеты, работая на территориях, они, как никто другой, понимают, что больше всего беспокоит как жителей, так и какие-то экономические субъекты отношений. То есть именно территория у себя на месте определяет, что необходимо делать в первую очередь. Село Венгерово, северо-запад Новосибирской области. Эти территории никогда не славились хорошей водой. Ее получают из глубоких скважин, в ней много железа и других примесей. В этом году в рамках программы «Чистая вода» построили новую станцию водоподготовки. Вот это синее здание. Внутри хитросплетение труб, моторов и емкостей. Эти бочки – фильтры, в них песок и уголь. Вода проходит через эти вещества, примеси задерживаются. Дальше тончайшая мембрана, невидимая пылинка не проскочит. Затем ультрафиолет убивает любые микробы. В таких вагончиках подобная система, только миниатюре. Вода холодная, как и положено, без цвета, вкуса и запаха. Программа «Чистая вода» в 2023 году в Новосибирской области. Общие расходы в 2023 году – 3,4 миллиарда рублей. Планируется ввести в эксплуатацию 58 новых объектов. Завершено строительство новых водозаборных сооружений со станциями водоочистки в Усть-Тарке, Маслянина и Венгерова. Ведется работа по масштабным объектам водоснабжения в Ордынском, Татарске и Коченево. В 10 населенных пунктах началось строительство модульных установок водоподготовки. В селах Довольное, Камария, Половинное, поселках Петропавловский, Москвинский, Краснозерское, деревне Буклеево-Плеса собираются пробурить водозаборные скважины и смонтировать станции водоподготовки. В 35 населенных пунктах строят и реконструируют водопроводы. За счет средств резервного фонда правительства Новосибирской области ведется строительство водозаборных скважин со станциями водоподготовки в городах Оп и Чулым, в селах Кожурла, Козиха, Кочки и Карасева. Программа «Чистая вода» действует, однако гурение новых скважин и строительство водопроводов требует серьезных материальных затрат, поэтому делается все в порядке очереди. Как правило, после одобрения заявки муниципалитета на проектирование уходит один год, еще сезон на строительство объекта. В эфире была программа ДИДЖКХ, с вами был Александр Сульдин, до встречи на будущей неделе. В следующий вторник мы поговорим о судьбе Левобережного мусорного полигона в Новосибирске.